Местные жители, депутаты округа и представители ЗАО «Совхоз имени Ленина» собрались у шлагбаума одной из стоянок. На ее территории находится основная канализационно-насосная станция, обслуживающая большинство зданий поселка. Нам нужно попасть на эту территорию, нам нужно ее обслужить, и чтобы жители не страдали с «Совхоз имени Ленина». И все, что это не кончилось, какой-нибудь техногенной действительно катастрофой. ЗАО «Совхоз имени Ленина» отключило нескольким предпринимателям, работающим на территории поселения, электричество и воду, несмотря на то, что те платили аккуратно. Бизнесмены, в свою очередь, отказались сотрудничать с ЗАО, а в заложниках оказались местные жители. Мы не пустим, пока вы нам не подключите, и мы все страдаем. Это же будет страдать не один Павел Николаевич, это же не между ними, это же не лично он ему в доме что-то сделал. Это же всем вообще в «Совхозе» сделали, понимаете, все же мы зависим. Поэтому вот эта ситуация немножко, почему так вот общественность собирается. Закон позволяет предпринимателю не допускать на свою территорию специалистов, обслуживающих КНС. Этим он и воспользовался. Требование бизнесмена дать гарантии, что коммунальные услуги вновь будут оказываться. Если вы нам сейчас подтвердите, что мы получим все наши коммуникации, что вы вернете все, что у нас было, за все за то, что мы платили раньше, и будем платить дальше, мы найдем какое-то соглашение, и вы на это на все пойдете. Но, к сожалению, мы от вас на данный момент ничего не получали в письменном виде. Противостояние двух хозяйствующих субъектов, видимо, достигло апогея. Руководство территориального отдела «Картинский», куда входит поселение «Совхоз имени Ленина», все же надеялось, что стороны смогут сесть за стол переговоров и решить дело миром. Мы беспокоены этой ситуацией. Я рассматриваю ее со стороны жителей, что если произойдет какое-то чрезвычайное происшествие, то пострадают только жители совхоза. Поэтому именно две стороны мы уведомили о всей ответственности и о всем происходящем. И очень сильно надеемся, что они все-таки примирятся. Увы, но этого не произошло. На следующее утро у забора, огораживающего парковку, появились сотрудники ЗАО «Совхоз имени Ленина» и принялись за дело. В течение нескольких минут часть забора вокруг стоянки была демонтирована. Собравшиеся местные жители, игнорируя предупреждения охраны, также прошли на частную территорию. Сотрудникам ЗАО все же удалось начать необходимые работы на станции. Но, как выяснилось, условия содержания КНС далеко не образцовые. Тут просто беда. Устроено это, как я выяснил, я сейчас разговаривал с обслуживающим персоналом. Если каждый день не очищать вручную, то забиваться оно так и будет. Я его спрашиваю, а поставить сюда какую-то мясорубку, которую фекалии на дачах убирают и так далее. Он говорит, это стоит 2 миллиона, а совхозу это не по силу. Экологической катастрофы удалось избежать. А представитель предпринимателя, в собственности которого находится земельный участок, считает, что у этой невеселой истории будет продолжение. Я уверен, что на данный момент завод совхоза медведения в лице Крузина Павла Николаевича действует как рейдеры. То есть они обесточили объект, обескровили его, написали бумагу, что они обязательно скоро перекопают нам въезд и выезд, а после этого предложили все это дело выкупить. По факту случившегося, прибывший наряд милиции составил протокол. А спор двух хозяйствующих субъектов, видимо, продолжится в судах. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.